И, наконец-таки, двенадцатый номер за шесть. Шестнадцатый год. Содержание номера. Теория практика самоздоровления. Рецепты читательницы. Шум гид. Лечебная целебная сила Земли. Заговор. Народное наследие. И пошло-поехал. В декабре луна рекомендует. То есть я уже успел в декабре именно все это в декабре выпустить. Вдобавок я декабрь месяц ставил, который прошел. День Стефана. Мальчика назвали Стефаном и отдали согласно обещанию Господу. Вы уже матерь, позаботься о нем. То есть вот такие, знаете, отрывочки, которые я вам зачитал. С ним, вот с такой проблемой иметь детей, иметь ребенка определенного пола, сталкивается огромное количество семей. И они не знают, как и что делать для этого. Хотя это уже давным-давно известно. Вот как. На этом примере. И они обращаются в различные клиники. Несут туда денежки. Ну ладно, там денежки или еще что-нибудь такое. А важно, если это ваша проблема. Ну как бы тут интересно сказать. Вы знаете, аж меня сейчас вот сверху пробило. То есть я подключился. Важно понимать, что между Богом и вами нету посредника никакого. Зачем вам куда-то обращаться и просить там сына или дочку, или как-то там зачинать их там пробирки и так далее. Вот. Вот. Обратитесь и объясните, для чего вам нужен там мальчик или девочка. Что вы этим хотите. И это не ваше. Это вообще, это вообще, будем говорить, ну другая душа, которая через вас воплотится. Что в этой душе, ну дадите все необходимое для ее там развития. Что, Бог говорит, посвятите ее истинному делу в жизни, а не зарабатывание на пенсии, там, объегоревание где-нибудь там с акциями и так далее, и того подобного. Вот. Объясните. И вам, конечно, откликнется вот это вот любящее начало, которое мы называем Богом. Вот. И пошлет ребенка такого, какого вы хотите. И более того, видите, ну каждый человек, конечно, заботится о своем ребенке. Он хочет лучшее, он хочет, ну будем говорить, для него все-все самое-самое. Но в то же время мы не понимаем, что все в руках провидения, в руках Божьих. И важно, чтобы вот свое чадо мы вручили ему, и он о нем заботился. Потому что, ну будем говорить, от него все зависит. Как бы мы там его не оберегали, не заботились, если так вот судьбой положено, что-то с ним произойдет такое нехорошее. А тут вы, будем говорить, вот понимая этот механизм, вы вручаете ребенка в Богу. Он вам дал, и вы ему вручили. Это очень такая интересная, будем говорить, вот такой, ну как бы сказать, феномен. Феномен взаимодействия с высшими силами, благодаря которым и вы раскрываетесь. И ребенку, знаете, даете такую интересную, такую благоприятную дорогу. Вот. Поэтому все, все вот оно лежит перед нами. Вы только попросите. Не банк, чтобы он вам дал кредит. Не, допустим, еще какую-то клинику, которая вам там произвела какое-нибудь там зачатие в пробирке или еще что-нибудь. С соответствующими потом проблемами, да. А вот, обращайтесь к этому. Увы, эти знания уже настолько они ушли, как бы сказать, осели в народе на дно, что появились другие под проценты все занимаемые и все перечеркнули. Но на самом деле, вот это же все работает. А то, что современное, просто-напросто ободрать человека, сделать его несчастным, найти, посадить. То есть, здесь уже задействованы совсем другие силы, которые наоборот вас скрутят в баранье рог. И ничего не дадут взамен. А это вот, вот такие примеры простые. Ну, великолепно читаешь и просто умиляешься. Насколько все просто, естественно. Ну, только важно, чтобы у тебя была искренность. Искренность. И ты понимал, для чего тебе этот ребенок, что это не игрушка у тебя будет. А это, это дар, который, говорит, надо дальше его огранить соответствующе. И не с помощью там какого-то там суперобразования. Если у ребеночка есть что-то, ну, говорит, такое, прежние жизненные наработки, он, естественно, пойдет по ним и будет умницей. А если он, ты ему и машину купи, и квартиру купи, и обучи как угодно. А он, знаете, как был этот самый бесноватый, так он и будет носиться на машинах, там, попирать все эти там устои. И потом его только и придется то отмазать, то замазать, то там отсюда. А, и прочее, прочее. Читайте, читайте вот эти вот календарь. Ну, говорю, там столько всего. Ну, вот очень много таких душеполезных вещей. Так, ну, наконец-таки мы пришли к теории практика самооздоровления. Письмо от Марченко Дарьи Игоревны. Адрес шахты, поселок Октябрьский. Вот, улица Серафимовича, дом 34. Вот она мне прислала письмо. Геннадий Петрович, я вот тут вот по вашим книгам начала лечиться. Получила хорошие результаты. Хорошие результаты. Вот, сама начала искать различные рецептики. Вот, нашла. И вот от язвы желудка тут, вот смотрите, такой рецепт проверенный. Я там давала своим, кто к ней обращался, больным, вылечились. Для очищения кишечника, для лечения сахарного диабета. И много-много другие. Вот она даже мне звонила, говорю, ну, что, что, как, вы там напечатали, вы там в своей программе расскажете. Ну, сейчас про программ никаких не веду. Вот моя программа. То есть, что я могу в силах сделать, это вот делать вот такие вот программы по своей газете. Ну, могу еще отдельно там по книгам сделать, по вашим вопросам, уж если надо. Ну, плюс то, что я сам делаю, что мне там интересно, что считаю важно. Вот, теперь о Шунгите. Шунгите – целебная сила Земли. И здесь я постарался изложить в этой статье, так сказать, все знания, которые мне были доступны. Про Шунгите, что это такое, откуда он взялся, как он действует. Видите, он имеет такую структуру глобулярную. Называется она фуллереном. И вот благодаря этой структуре туда, значит, попадают различные, там, ну, бог говорит, шлаки, там, бактерии. И удерживаются. За счет этого вода становится чистой. И плюс вот такая структура, естественно, создает вокруг себя особую энергетику. И насыщенная такой вот энергетикой вода делает чудеса. А именно, вот смотрите. Иннокенния Марфа, в мире боярына Ксения Романова. Ее сослали в ссылку туда, где там Карелию она там жила. И по всем этим, по всем, так сказать, понятиям житейским, человеческим, она должна была там из-за хилого здоровья помереть. Но благодаря тому, что местные показали ей ключ с целебной водой, который впоследствии стал называться царевым ключ, да, царевин ключ, она попила водицы и, более того, родила будущего царя Михаила Романова, отца Петра Первого. Представляете? Вот так вот водица, что делает. И отсюда пошло вот такое интересное. Значит, шунгит как природный фильтр и активатор воды. Теперь что? На месте вот этого источника там марциальные воды, курорт возник. Вот тут как раз фотографии различные. Что за курорт, что там это, как он в начале был. И там, кстати, лечили сначала солдат, которые получили ранение. Значит, там восстанавливали свое здоровье. При каких заболеваниях используется эта вода? При анемии, заболеваниях органов пищеварительной системы, органов дыхания, сахарного диабета, домашней космонологии и так далее и тому подобное. И, кстати, что хорошо, вы шунгит этот можете приобрести, положить в емкость, ну, допустим, взять полкилограмма этого щебня шунгита, он продается. Помыть его хорошенько, чтобы вот это стекло там пыль. Можно его какую-то, знаете, еще, ну, завязать в сеточку, что ли, чтобы он так не рассыпался. Положить в емкость, ну, допустим, пятилитровую, если полкилограмма. Наполнить отстойной водой. И через буквально день-два у вас вода станет вот настойной на шунгите. Она будет храниться у вас, ну, год с лишним и больше. Вот у меня она хранилась и не портилась. Вы можете оттуда брать эту воду для приготовления пищи, там, умываться, промываться, делать клизмы и прочее, прочее, прочее. И получать результат. Потом этот щунгит помыли и опять используете. То есть, статья хорошая, прочитайте. Заговор народное наследие. Это заговор проварикозного расширения вен. Что тут заговор? Что тут надо говорить? Заговор вот такой. Используется там, используется осиное перье. Интересно, вот как это. И у нас, конечно-таки, вот программа. Я отснялся в программе. 7 программ. Это лечится. Это где-то Москва, 24. И тут как раз там встретился с Кларой Ивановной. Кстати, у меня как раз я взял, записал вот на этой программе просто-напросто беседу. О том, о другом. И в скором времени я ее выложу у себя, значит, на своем канале Малахо Про. И очень-очень интересная беседа. По-моему, там и о чистке печени, которую она применяет. И о других. И хотелось бы, конечно, и о Кларе Ивановне сделать. Вот и книжку написать, и даже попробовать и фильм снять. Ну, все. 2016 год закончился. Я поздравляю вас с наступившим 2017. Уже вышла первая газета. Сейчас я вот буквально-таки буду приступать ко второй. И по мере всего продолжения буду, значит, работать. Ну, насколько все получится. Настолько и будем делать. Загадывать ничего, переводить не будем. Но трудиться будем. Доброго вам здоровья. Продолжение следует...